В последнее время действительно идет много разговоров о особой воде, о структурированной воде, о памяти воды. И эти разговоры, с одной стороны, возбуждают эмоции и интерес многих зрителей, с другой стороны, вызывают противоречивые отношения со стороны многих ученых. Почему? Дело в том, что с точки зрения классической науки никаких структур в воде быть не может. Все эти кластеры, все эти квадраты, они образуются в течение мгновенного времени и мгновенно распадаются. То есть время их жизни порядка 10 минут и 6. Поэтому до последних времени считалось, что это все больше мифы, чем и реальность. Однако в последнее время были получены экспериментальные данные, которые однозначно свидетельствуют о том, что структурированная вода действительно существует. Эти данные были получены как экспериментально, так и теоретически. Прежде всего мы упомянули в работе Джерри Поллока. Это очень видный профессор из Соединенных Штатов, который первым обратил внимание на так называемую пристеночную воду. Эффект, давно известный в химии, биологии, о том, что вода около стенки сосуда меняет свои свойства по сравнению с водой в объем. Но считалось, что это тончайший слой, который никак не может влиять на что остальное. Джерри Поллок экспериментально в огромном количестве примеров показал, что пристеночная вода это не только тончайший слой нано-малеку, но это действительно макро-структура. И она распространяется на макро-растайозную воду. Ну а что такое пристеночная вода? В воде, в обычной воде, нормальной, с которой мы имеем свое дело, очень много примесей. Это не только вредные, но и масса полезных примесей, потому что дистиллированная вода, это вода абсолютно бессмысленная для жизни и здоровья. Так вот, на этих примесях, это что такое примеси? Это молекулы. Это все-таки англомераты молекул. И вот каждая из этих молекул, как выяснилось, окружена шубой воды. А теперь мы делаем следующий шаг. Каждая была показана, сначала вспоминально, вот эти молекулярные шубы могут взаимодействовать друг с другом. Они могут объединяться и формировать уже области. И вот в этой области вода имеет особые свойства. Она не просто хаотична, как считалось всегда в физике, а она упорядочена. Все молекулы воды упорядочены в определенном направлении. И вот эта упорядоченность зависит от той поверхности, на которой эта вода формируется. То есть, если мы воду имеем в стеклянном сосуде, это одна упорядоченность. Если мы воду имеем в металлическом сосуде, это другая упорядоченность. Если мы воду имеем в пластиковой бутылке, то там упорядоченность самая внимательная. Ну и точно даже на прием всех. Отсюда сразу следует факт, чтобы увеличить вот эту упорядоченность, надо воду встряхивать. Надо ее шевелить. Почему в гомеопатии один из основных моментов в гомеопатии, это встряхивание интенсивное, каждый раз разбавляемое в растворе. Это же традиция в Айрведе. Когда мы пьем какую-то жидкость, она должна литься. Это же мы наблюдаем в фонтанах, водопадах, в каких-то движущейся воде, в ручьях. И вот это то, что наиболее привлекает человека. Почему нас так влечет к водопадам? Почему люди готовы стоять около водопада и смотреть на него часами? Именно потому, что это движущаяся вода, которая имеет особые свойства и создает особые, чисто физические свойства в пространстве. И это же было подтверждено теоретически. Значит, есть такое направление науки, квантовая электродинамика. Это электродинамика сплошных свет. Она была развита, в частности, нашим величайшим математиком Ландау и Нобелевским братом Фейменом. И вот, используя эту квантовую электродинамику, группа физиков в Италии создала теорию воды. Квантовую электродинамическую теорию воды. Эта теория опубликована в самых вестижных журналах. Против нее нет никаких возражений. И эта теория показывает, что под влиянием поверхности, встряхивания, вода действительно может образовать большие области, которые имеют непорядочную структуру. Это и есть структурированная вода. Значит, соответственно, если мы имеем какую-то хорошую структуру, если в этой структуре у нас заведены какие-то особые свойства, скажем, в этой структуре имеются компоненты каких-то лекарственных субстанций, имеются какие-то нанотехнологические материалы, то понятно, что вода, формируемая вот в такой вот структуре, будет иметь особые свойства. И это то, вот хороший пример, это вот эта кружка, которая сделана сейчас китайцами. Ну, а китайцы сейчас используют самые современные технологии. В этом отношении они уже находятся на передовых рубежах нашей западной науки. И в этой кружке, судя по всему, действительно воплощены такие свойства. Мы провели исследование этой кружки, провели исследование воды. Причем было два сосуда. В одном стояла обычная вода в стеклянном сосуде, в другом воде точно такая стояла в этой кружке. Уже через несколько часов было визуально видны изменения по количеству пузырьков, которые выделяются из этой воды. Потому что это один из параметров. Ну, а когда мы провели измерения на нашем приборе, первой приборе, эти изменения стали настолько ясны и статистически достоверно видны. То есть это уже научный факт, который говорит о том, что вода контрольная, в стеклянной бутылке, вода в этой кружке имеет статистически разные параметры. Ну, и поэтому мы можем достаточно достоверно утверждать, что в этой кружке вода структуризуется. Ну, а дальше вопрос такой. Если мы это можем видеть при помощи ГРВ-исследований, то какое имеет отношение к здоровью? Дело в том, что метод ГРВ — это не только метод исследования жидкости, но и метод исследования человека. То есть мы исследуем энергетику человека, мы смотрим состояние гомеостаза различных систем и органов. Метод этот уже принят во всем мире, существует несколько тысяч приборов во всем мире. Он принят как метод, прибор медицинской техники в России у нас, инфицирован и в России, и в Европе. И мы можем видеть, как меняется энергетика состояния под влиянием различных факторов. То есть это метод экспресс-диагностики и метод мониторинга состояния. Вот такая структурированная вода, она влияет на состояние. То есть понятно, что первый этап — вода должна быть хорошая и чистая. Она не должна содержать грязи, примесей, жидких металлов, и для этого надо использовать обычные фильтры. Но вот это следующий этап — это ее структурирование. И вот когда мы структурируем хорошую воду, мы получаем то, что уже полезно для нашего организма. Потому что наша кровь — это структурированная к жидности. Когда мы пьем структурированную воду, мы в этой структурированной воде сразу же... Она сразу идет в нашу кровь. Когда мы пьем не структурированную, хаотичную воду, то организм должен ее еще трансформировать. То есть он должен тратить определенную энергию, достаточно большую, на то, чтобы трансформировать эту воду и превратить ее в такую структурированную воду. Поэтому, когда мы пьем структурированную воду из устройств подобных этой кружки, то это наиболее полезно для организма. Ну и, соответственно, отсюда сразу следует рецепт, что же нам надо делать дома. Первый момент — вам надо поставить хорошие фильтры. Во многих районах Санкт-Петербурга вода хорошая. То есть может быть имеет смысл взять свою воду, отнести ее на санкт-петербург, сделать ее анализ, но при этом мы все равно должны иметь в виду, что имеются трубы, имеются повреждения этих труб, это все происходит периодически, и вода портится. Поэтому фильтр никогда не помешает. И хороший фильтр, тот же аквафор, он хорошо очень работает. В старых кварталах, где я живу в старом квартале, в центре города, у нас гораздо все хуже. У нас вода грязная, у нас трубы старые, поэтому приходится ставить систему фильтров. Но при этом такая система фильтров позволяет получить чистую воду. А вот уже чистую воду, вот ее надо структурировать. Вот после этого чистую воду вы наливаете в такой сосуд, оставляете ее хотя бы на час, на два, на сутки, на ночь, и вот тогда вы получаете хорошую воду. Если такую воду вы будете пить по утрам, такой стаканчик этой воды по утрам натощак, если вы будете стакан такой воды выпивать перед каждой едой, вечером перед едой, днем перед едой хотя бы три раза в день, вот тогда это действительно мощнейший стимул для развития организма, для восстановления иммунитета. И вот тогда все эти свиные и прочие гриппы нам уже будут не так страшны, и мы будем с вами вместе здоровы, энергичны, бодры, и будем жить долго и счастливо. Спасибо за внимание.